Мы приехали в магазин, где продаются ингредиенты для пива варенья. Пиво в Сиднее не очень дешевое. В среднем бутылка пива 0,5 стоит от 5 долларов. Соответственно, покупать каждый раз пиво в бутылках это очень дорого. Тем более, что 0,5 не продается. Продается 0,33 либо 0,75, что очень неудобно. Как вы видите, закваска стоит 18 долларов, 22 доллара. 15 долларов. Давай лагерь купим, попробуем. Лагерь купим? Да, она уже неплохая. Мы берем самый дешевый. И получается, что у нас литр пива выходит 1 доллар. И также мы берем розу. Это типа сахар, но специальный какой-то для пива. По сути на пиво надо вот это и вот это. И в принципе это все. Ну и бочка. Бочка у нас дома есть, потом покажу. Вот такая у нас есть бочка, она у нас 23 литра. У нее специальная крышка с гидрозатвором. Да, у тебя вода сюда наливается на половину. И если бы вытяните, то вытяните. Покажите наши маленькие дрожжи. Вот мы ставим воду. Что там входит в него? Давай посмотрим, что в него входит. Кертый сахар. С улучшенным что-то там. В общем, какой-то улучшенный сахар специальный для пива, да? Сушеный с соль. Погнали. Жаромелизированный. У нас супер текучая. Тут дрожжи, кстати, еще есть. Ну, то есть еще дрожжи добавляют. Вот это дрожжи, понимаете, дрожжей. Что, ну, она тяжелая? Тяжелее, чем вода. Ну, она такая густа, как карамельная. Сваренный солод вместе с сахаром. Осторожно, сейчас не запачь камеру. Супер текучая такая шляп. Супер текучая. Вот, выспали весь сахар. И переливаем сироп в другой сироп. Заготовка, на пасту. Разбавляем водой до 20-ти сахаром. Теперь мы это перемешиваем. 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 Гидрометар. Гидрометар. После измеряешь что? Начальный уровень сахара. Начальный уровень сахара. Ну, его производство. Да. Экономично. 1.046. 1.046? Да. Итак, достигло 28 градусов. И мы готовили высыпать дрожжи. Высыпаем дрожжи. И оставляем это примерно на неделю, да, Костя? Ну, да. В гидрозатвор забавляем воды. Процесса? Ну, да. Завтра булькать должен начать? Ах. Видела, уже булькает. О, да, уже булькает. Уже процесс пошел. В воздух выходит. По маленьким. Сегодня ночь проснулась от того, что пиво булькало. И вот оно булькает, булькает. С такой прям периодичностью. И будет булькать. Это значит, что дрожжи кушают. И пиво готовится. Два неделя. И что мы, Костя, делаем? Мы хотим узнать, завершился ли процесс брожения. Дальней. Мы его отпускаем и узнаем, что... Процесс брожения завершился. Как мы видим, все находится в желтенькой полосе. Значит, сдержание сахара 1,14. Высчитываем алкогольность нашего пива. Отнимаем от исходного количества сахара. Количество сахара, которое получилось после процесса брожения. И полученный результат умножаем на магический коэффициент. В результате мы получаем количество алкоголя в нашем пиве. Что равно 4,2. Время разливать пиво. Первая бутылка пошла. Много. Вот, например, темная. Потом есть светлая, уже сколько месяцев, наверное, стоит. Это у нас был блонд. Он выдозревает IPA. Будем недельный IPA. Да, мы сейчас будем пробовать, тестировать молодой IPA. Неплохо было. Вот, случаются алярмы. В общем, в молочные бутылки пива не разливайте. Видите, капает. Все залило. Бутылку подорвало. Да, бутылку подорвало. В общем, молочные не использовать. Все.